Документы, книжные издания В плоскопечатном формате И для читателей, которые имеют нарушение зрения И для слабовидящих читателей Мы предоставляем флешки Которые позволяют прослушивать читателям На таком вот оборудовании Которые мы предоставляем бесплатно Во временное пользование Каждый человек с ограниченными возможностями здоровья Может посетить государственную библиотеку Югры Для этого здесь есть все необходимое Пандусы, тактильные визуальные обозначения И, конечно, специальные кнопки вызова персонала Однако такие удобные А главное, доступные технологии Пока есть не везде Для Дмитрия Бичукова этот вопрос актуален Молодой человек уже 18 лет Прикован к инвалидной коляске И предложил построить свой маршрут Сегодня мы решили проверить еще несколько объектов Ханты-Мансийский Насколько они оборудованы Для свободного доступа людей С ограниченными возможностями здоровья Дмитрий, скажите, пожалуйста Если мы сейчас смотрим именно на пандус Насколько он действительно соответствует? Ну, пандус не соответствует Во-первых, расстояние между поручнями не соответствует нормам И угол подъема тоже То есть подняться при помощи поручни вообще невозможно Хоп! Еще одна преграда водостоки на асфальте Которые значительно затрудняют передвижение людей на инвалидной коляске Люди едут Хоп! И все А вот в здании одного из почтовых отделений Людям с ограниченными возможностями здоровья Попасть практически невозможно В этом Дмитрий совсем недавно убедился на собственном опыте Приехал на почту, но свою посылку так и не получил На инвалидной коляске по такому пандусу Проехать не удалось Правда, сегодня Дмитрию повезло немного больше Дмитрию хоть и с трудом, но удалось преодолеть этот пандус Хотя, по его словам, далеко не каждому это по силам Пытаться, наверное, уже бесполезно Потому что мне этот пандус точно не преодолеть И, как мы видим, кнопки, чтобы позвать сотрудника, здесь тоже нет Следующим объектом нашей небольшой проверки Стал департамент труда и занятости населения Югры Здесь мы обнаружили все необходимые составляющие для комфортного пользования Соответствующие пандусы, тактильные и визуальные обозначения И кнопку вызова персонала Здравствуйте Здравствуйте Вам нужна моя помощь? Программу «Доступная среда» продлили до 2025 года В городе будут продолжать усовершенствовать инфраструктуру, которая будет удобна абсолютно для всех В создании комфортных условий проживания людей с ограниченными возможностями здоровья Может помочь каждый из нас Например, ничего не стоит не парковать свои машины около пандусов Создавая барьеры тем, кому их просто не преодолеть Так может думать о людях с ограниченными возможностями здоровья Должны не только градостроители, проектировщики и коммунальные службы Но и просто окружающие Редактор субтитров А.Семкин